Как яма может парализовать работу мусоровозов? Один из дворов Челябинска рискует погрязнуть в отходах. Ведь подъехать к мусорным бакам практически невозможно. На пути машин огромная дыра в асфальте. Путь до бака с мусорным пакетом для Ильгиза Султанова превращается в настоящее испытание. Главная задача не упасть. В эту дорогу словно мина угодила. Одни ямы до колдобины. Но самое обидное, говорит, чиновники не спешат ее хотя бы залатать. В администрации района тоже самое сказали, что это не к ним, это кто занимается мусором. Все. И вот так вот получается пинг-понг. Асфальт провалился, не выдержав тяжести подъехавшего мусоровоза. Яма, которая мешает проезду машин, появилась здесь больше месяца назад. Теперь жителям остается только надеяться, что она не превратится в черную дыру, которая притягивает мусор. Ведь другие уборщики просто не могут сюда подъехать. Так что баки приходится от площадки катить до машины вручную. И по одной бочке мы здесь выкатываем. Хотя можно было спокойно, если бы целая дорога была, мы бы все нормально работали. Теперь срочно заделать дыру требуют не только жители этого дома, но и мусорщики. Хотелось бы, конечно, чтобы этот вопрос был решен и в интересах жителей этого района, и в интересах наших коллег, которые ежедневно обеспечивают чистоту наших дворов. Вопросительные взоры тех и других обратились в сторону управляйки, но там лишь развели руками. Контейнерные площадки и дворовые проезды в состав общего имущества не входят. Поэтому управляющим компаниям запрещено тратить, законам запрещено тратить деньги на асфальтирование дорог. С вопросом, кто же должен ремонтировать дорогу во дворе, мы обратились к властям района. Ответ обескуражил. Оказывается, сами жители. Вообще, как бы сказать, содержание территории осуществляется за счет собственных средств жителей. Однако унывать жителям не стоит. После того, как они соберут деньги, им обязательно помогут с организацией и контролем работ. В районной администрации пообещали, что сделает эта управляющая компания. Константин Гришенков, Ксения Попова, Владислав Отрыванов. Вести. Южный Урал.